Понимаете, вот человеку три года давит что-то в горле, да? Вот давайте просто подумаем. Три года человеку давит что-то в горле. Ну, во-первых, за три года человек с интеллектом понимает, что за три года явно бы нашли какую-то патологию, правда же? Первое. Во-вторых, человек с интеллектом понимает, что он может обратиться к разным специалистам, и за три года уж точно что-то бы диагностировали. Это второе. Третье. За три года можно уизучаться информацией об этом симптоме невротического, если это характера, и понять для себя все, что нужно. Я не знаю, сколько требуется мотивации, чтобы посмотреть один, два, три ролика хотя бы, да? Но за три года, поверьте, за три года можно очень многое сделать с точки зрения терапии личности. Я уж не говорю про такую вегетативную жалобу, как ком в горле. Поэтому, когда мне говорят, что у меня три года давит в горле, я понимаю, что передо мной ленивый, безответственный человек, который хочет, чтобы все случилось само, который не готов изучать информацию, не готов напрягать извилины, чтобы ее компилировать, не готов анализировать, и не готов ни к чему, кроме как три года задавать один и тот же вопрос, мне что-то давит в горле. Понимаете, за три года можно невротическую личность очень неплохо поменять и стать гораздо более взрослее, гораздо более с большими, с лучшими защитами, а не три года ходить и говорить, что у вас что-то давит в горле. Значит, что-то у вас явно не состыковывается с, так сказать, вашими истинными намерениями. Соответственно, либо речь идет о какой-то другой психической патологии, которая сопряжена с интеллектуальной проблемой, и вы просто не очень, так сказать, адекватно понимаете некоторые происходящие вещи, скажем так. Вот, потому что, в принципе, невроз за три года очень хорошо поддается терапии. И есть вот в Петербурге профессор Александров, Артур Александрович, он когда-то сказал, что, в принципе, невроз может за три года и сам, по большому счету, симптоматично пройти. И я здесь с Артуром Александровичем очень согласен, потому что, если эта невротическая реакция обусловлена определенными обстоятельствами, то здравомыслящий человек с интеллектом, выше среднего хотя бы, да, он понимает, что если он не умер за год, за полтора, то явно что-то тут не так. Но не может человек с интеллектом год умирать. Но так не бывает. Значит, что-то здесь не так. Если человек верит, что он все еще год, два, три умирает и никак умереть не может, и все еще в это верит, значит, что-то здесь не так. Сто процентов. И здесь надо уже разбираться, что происходит с этим человеком. Потому что обычная невротическая реакция, где человек что-то не знал, растерялся, не понял, имеет место быть. И там может быть дебют панических расстройств, паническая атака, в частности, ипохондрия. Но год – это очень много для того, чтобы человек с интеллектом понял, что, кажется, вы гоните. Но нельзя год умирать от какой-то болезни, которую не нашли. С точки зрения невротической терапии неврозов. Я хочу, чтобы это вы поняли, да? И, в общем-то, тут как раз-таки очень диагностичный вопрос. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...